Утром в пятницу появилась новость о том, что Министерство труда всерьез рассматривает законопроект, который запретит пользоваться социальными сетями во время работы. Быть уволенным за то, что ты сидишь в одноклассниках, наверное, это самая обидная вещь, которая может случиться в жизни. В Твиттере начал подниматься хайп, но спустя несколько часов новость опровергли только благодаря тому, что этот закон не принят и кто-то в Министерстве труда зашел в социальную сеть в рабочее время. Вот такая рекурсия. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите Дройдер-шоу! Как всегда, самое главное и интересное из мира гаджетов, интернета и технологий за неделю. Наш партнер, магазин гаджетов TommyBrown.ru. Подписывайтесь в Инстаграме и ВКонтакте. Скоро обновление коллекций, эксклюзивы и скидки. Погнали! В США с небывалой скоростью раскручивается противостояние Apple и ФБР. Когда я это говорю, я почему-то представляю, как Скалли и Малдер набрасываются на Тима Кука. И интересно, чем бы это закончилось. И надо сказать, компания во главе с Тимом Куком демонстрирует недюжую крепость тестикул. Детектив тут вот, в чем в распоряжении спецслужб находится iPhone, принадлежащий парню, устроившему стрельбу в городе Сан-Бернардино год назад. iPhone 5T, к слову, все-таки кто-то его покупает. Причем облачный бэкап данных преступника следователям уже передали. А вот вся информация на самом девайсе зашифрована ключом. И ФБР просит Apple ни много ни мало, а написать специальную версию операционки iOS, которая позволит методам подбора вскрыть защиту телефона. При этом он не должен сбросить всю информацию после нескольких неверных попыток, как это было бы на обычной версии системы. То есть ФБР просит Apple хакнуть их же собственный iPhone. Причем не просто хакнуть, а скорее сделать хакалку для айфонов и отдать ее ФБР. И, казалось бы, данные преступников по запросам спецслужб IT-компании выдают достаточно давно. В чем же тогда проблема? Проблема в том, что, прикрываясь этим конкретным случаем, ФБР просит Apple создать отмычку, которой можно будет вскрыть другие устройства, возможно, с небольшими доработками. И компания видит в этом опасный прецедент. Что за люди будут пользоваться этим инструментом? Какие еще телефоны они захотят хакнуть? И главное, кто гарантирует, что это решение не уползет к злоумышленникам? В случае с ФБР, не имеющим акционеров, которые отшлепают руководство за испорченный имидж, эти вопросы повисают в воздухе. А у Тима Кука акционер за спиной есть. И не факт, что он хочет быть отшлепанным. На днях Купертино поддержали и коллеги по цеху. Google, Facebook, Twitter, WhatsApp все высказались в поддержку. А Джон Макафи, создатель одноименного антивируса, наоборот, предложил бесплатно хакнуть заветный iPhone за три недели. Третьи люди обвиняют Apple в пиаре на этой истории. Во что верится с трудом американским силовикам, скорее, наоборот, выгодно раздувать эту историю в надежде продавить свои интересы на резонансной и больной теме. Я понимаю все угрозы, о которых говорят парни из Кремниевой долины, но одного понять не могу. Что мешает Apple вместо того, чтобы создавать универсальную машину зла для ФБР, просто взять этот iPhone себе, поковырять его, вскрыть, выточить всю нужную информацию и передать спецслужбам. Ведь Apple и Google и все остальные на самом деле и так отдают личные данные пользователей, когда их хорошо попросят спецслужбы. Чем это принципиально отличается? И еще одна новость про безопасность. Инстаграм на этой неделе запустил двукратную аутентификацию. Рекомендую настрой для безопасности ваших селфи. А на моем канале зацените актуальные видео про то, как горячие девчонки накручивают себе подписчиков в Инстаграме. Можно кинуть двух зайцев сразу, заценить клевые фоточки и узнать кое-что интересное. Теперь, если ты выкладываешь фотографии своей задницы в Инстаграме, ты лайфстайл персона. Ссылка где-то здесь. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новое расследование. Угу. Главный гаджет недели, без вопросов, индийский смартфон, да-да, Freedom 251. Наверное, вы сейчас немного удивлены, я тоже, но не судите сразу. Итак, выглядит он как неудачная пародия на iPhone. Смотрите на эту круглую кнопочку внизу. И имеет достаточно щити характеристики. Четырехъядерный процессор, камеры на 3.2 и 0.3 мегапикселя, 1 гигабайт оперативки, 1500 мАч батарейку, экран на 4 дюйма, зато Android 5-й версии. Но все это не важно. Важно то, что он стоит 251 рупию, то есть 4 доллара. Еще раз. Смартфон за 4 доллара. 4. Это дешевле, чем магнитик. Забавно, что он называется так же, как и стоит. 251. Было бы круто, если бы у iPhone было такое же ценообразование. Ммм, проклятый iPhone 7. Убрали разъем для наушников и думают, что могут продавать его на доллар дороже. Но еще больше, чем цена, важно другое обстоятельство. Как такая цена получилась? Даже лицензия на сервисы Google обычно обходится производителю дороже, чем 4 доллара за девайс. Фишка в том, что производство смартфонов субсидировало само правительство Индии. И это не просто история про то, что очередной какой-то дешевый дряной девайс появился, а про то, что один маленький гаджет создает целую инфраструктуру в огромной стране. По сути, это способ наладить коммуникации в большом государстве с достаточно бедным населением. А в Индии живет около миллиона человек. Это доступ к образованию, к сервисам и к работе. К фоточкам Ким Кардашьян, наконец. И все через устройство за 4 бакса. По-моему, это очень круто. Прямо тут, на берегу этого прекрасного океана, в Португалии, компания Samsung провела очередной CIS Forum 2016. Это мероприятие, которое проводят ежегодно для России и СНГ. Ничего кардинально нового здесь обычно не показывают, но, так сказать, подводят итоги. Представили новую линейку телевизоров формата SUHD, использующую технологии Quantum Dot, а также HDR. Еще более яркая картинка, приятный безрамочный дизайн и, конечно, изгиб. Новая линейка ТВ работает на Tizen. И в комплекте предустановлен сервис облачного гейминга. Правда, не PS Now, а некий Gamefly. Кроме телеков, упомянули бытовую технику, включая стиралку с возможностью догрузки белья прямо во время стирки. Забыл носок, закинул носок. Из мобильной электроники удалось подержать в руках золотую и плаченовую версию часов Gear S2. Но самая интересная новинка – это большой планшет Galaxy Tab S Pro, который был показан на CS. Девайс более компактный, чем его главный конкурент iPad Pro. Экран 12 дюймов, есть клавиатура и стилус. А работает все на Windows 10. Именно поэтому он более успешно сможет заменить собой ноут с полноценной, а не мобильной операционкой на борту. Основные новинки корейский производитель, конечно же, приберег для МВЦ 2016, который будет проходить в Барселоне. Мы туда отправимся и обязательно посмотрим и расскажем вам о новом флагмане Samsung Galaxy S7, ну и о других интересных гаджетах выставки. Тем временем Роскомнадзор наращивает мощь. Все эти истории про Википедию, Рутрекер – это все была разминка. В скором времени ведомство планирует взяться за онлайн игры. О таких планах заявил руководитель организации Александр Жаров. Конкретных предложений пока он не сделал. Однако заметил, что террористы могут использовать для своих переговоров онлайн игры, например, на PlayStation 4. Потому что там сложно определить, идет ли речь об игровой ситуации или об угрозе в реальном мире. К слову, новость о подобном использовании консоли появлялась несколько месяцев назад, но позже была опровергнута. Возможно, в Роскомнадзоре этого не заметили. Но в целом чиновник подчеркнул, что действовать они будут деликатно. И правильно, потому что бунт школьников – это совсем не то, что нам нужно в это непростое время. Появился слух о том, что три легендарных компьютерных бренда – Тошиба, Фуджитсу и Вайо – планируют объединиться, чтобы превратиться в супер-покемона. На самом деле они хотят превратиться в нового большого производителя ПК. Еще не ясно, как он может называться и что конкретно будет выпускать. Давайте придумаем его название. Тошиба, Вайо, Фуджитсу... И новость отрадная. В какой-то момент некоторые крупные производители ноутбуков ушли с рынка, видимо, решив, что компьютеры больше никому не интересны. Samsung и Sony, например. Конечно, Lenovo, Asus, Dell и другие остались, но без былого разнообразия на рынке было уже не так весело. Причины две. Во-первых, потому что продажи планшетов погрузили ноутбуки в глубокую рефлексию. А во-вторых, Android и подобные системы перли как сумасшедшие. Ах да, и в-третьих вышла Windows 8. В прошлом году все переменилось. Прежде всего, конечно, вышла нормальная Windows 10, а Android так и не стал десктопным пока. Так что неудивительно, что недавно мы увидели новую линейку ультрабуков от Samsung, а теперь еще и это. Поначалу новая компания, твф, будет работать только на рынке Японии, но, будем надеяться, до нас тоже доберется. Так что сложившийся статус-кво, Dell, Lenovo, HP и Apple, возможно, через какое-то время будет нарушен. Твф! Как будто шелуху от семечек выплевываю изо рта. Твф! Гибкие гаджеты уже не первый год грозятся появиться на свет и стать супер популярными, вспомнить хотя бы тот же LG G Flex или прототип от Nokia. Но зачем они могут пригодиться, пока толком никто не придумал. Но, с другой стороны, в прошлом году было модно гнуть смартфоны. Reflex is the world's first flexible smartphone. Похоже, в Канаде мода на этот фетиш только начинается. Группа исследователей Human Media Lab создали прототип гибкого гаджета, Reflex, с OLED-экраном от LG. По сути, это обычный Android-смартфон, но управлять им можно не только привычными тапами по сенсорному экрану, но и изгибами корпуса, при этом отслеживается сила нажатия. Создатели показали несколько сценариев, но, если честно, ради них люди вряд ли ломанутся менять свой обычный смарт на гнущийся. Только если эти потенциальные покупатели не привыкли носить свой смартфон в заднем кармане. Ну а, по мнению исследователей, подобные девайсы, полностью гнущиеся, будут производиться не раньше, чем через 5 лет. Мне кажется, на самом деле, это случится, наверное, года через 2, потому что воображение этого производителя заканчивается. Каким будет iPhone 7, гадают многие, но все слухи воедино удалось собрать дизайнеру Артуру Рейсу. И его видение смотрится очень даже реалистично. Поехали! Внешне предполагаемая «семерка» похожа на предыдущее поколение, но более компактно. Цельный алюминиевый корпус стал чуть более угловатым, экран безрамочный, или, как говорят, от края до края. Надеюсь, он таковым и будет давно пора. Как и предсказывали, отсутствует джек для наушников. Вместо него теперь красуется вторая решетка динамика. Еще дизайнер обещает влагозащиту, 3D-тач, а также любопытные аксессуары. Беспроводная зарядка и беспроводные наушники EarPods Beats. Маленькие вставки без всяких проводков на магнитиках, чтобы не потерялись. Помечтали и хватит. Мне кажется, как минимум половина из этих слухов может осуществиться. Жаль, что ждать осталось немало. Все-таки «семерку» покажут только через презентацию. А на следующий, 15 марта, будет iPhone 5 SE, iPad 3, ну и ремешочки. Инженеры из США полностью воссоздали кисть человеческой руки и заставили ее двигаться прям как у терминатора. Оказывается, все ныне существующие протезы и роботу руки не сильно похожи на человеческие по своему устройству и существенно уступают последним функциональности. Поэтому исследователи из Университета Сиэтла отсканировали скелет кисти и напечатали на 3D-принтере точные копии костей. Связки и сухожилия заменили высокопрочные полиэтиленовые струны. Подобие кожи и мягких тканей аккуратно вырезали из резины с помощью лазера. Ну а вместо мышц используются 10 сервомоторов. В результате удалось добиться того, что механическая рука повторяет в точности все движения человеческой руки. Но это всего лишь прототип, исследования продолжаются, а впереди еще множество других конечностей. Не обошлось без новости про дронов. Традиционно последние на сегодня в Сингапуре создали своеобразный авианосец для этих летающих тварей. Дронбокс. Настоящая база сразу для нескольких дронов. Это автономный ангар с посадочной площадкой, а также встроенными генераторами. То есть штука полностью автономная. Привез такую в лес, запрограммировал дронов исследовать, делать фотки и видео, а сам уехал на неделю или больше. Они сами летают, а внутри базы заряжаются и инфу сливают. Ну а с самой базой можно связываться удаленно и скачивать данные, которые собрали дроны. В общем, готовый комплект для быстрого дрона развертывания. А в комментариях пишем, для чего бы вы использовали такую штуку в вашей повседневной жизни. Спасибо, что посмотрели прямо досюда. Не забывайте подписываться на наш канал. Кнопочка внизу. Всем пока. С вами были Валерий Истишев. И Борис Сиденский. Еще вступайте в наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и в Твиттере. И подписывайтесь на наш паблик-чат в Вайбере. Как говорится, что я машу руками. Нет, не так говорится. Говорится, чем больше гаджет-контента, тем лучше. Хотя так тоже не говорится. Но все равно вас с нетерпением ждем. До встречи в будущем. На этом все, ребятушки. Субтитры создавал DimaTorzok